Благо есть, исповедуйтесь Господи, и пейте именю Твоему Вышней, Возвучайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь, Десяти струн на псалтире с песней в ушлих, Яко возвеселив наси Господи в творении Твоем, И в деле руку Твоей возрождаюся. Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы снова с вами продолжаем изучать псалтирь. И сегодня поговорим о 91-м псалме. 91-й псалом имеет преднаписание. Псалом – песни в день субботный, 91. Суббота – особый день в Ветхом Завете, и суббота сегодняшняя – это воскресный день. Поэтому священные дни, когда Господь повелевает каждому из нас в этот день не трудиться, а, конечно же, заниматься духовным деланием. То есть всякое житейское попечение в этот день должны быть отложены. А человек должен, конечно, молиться и совершать то духовное восхождение, которое приносит ему пользу. Поэтому и дается особый псалом, как молитва субботнего дня, когда человек молится и изучает священное писание, и, конечно же, направляет все свои внутренние силы для духовного совершенства. «Благо есть, исповедуйтеся Господи Ви и пети имени Твоему Вышней». Полезно и плодотворно восхвалять, говорят святые отцы Господа. И мы постоянно обращаемся к Богу с молитвой. Но каким образом человек должен молиться? «Благо есть, исповедуйтеся Господи Ви и пети имени Твоему Вышней». Вот самопевец Давид особо обращает внимание, когда мы служим Богу, то мы должны обязательно вначале принести исповедание Богу, то есть очистить сердце свое, покаяться в грехах своих и после только этого приступать к молитве. Тогда молитва будет услышана Господом. То есть всегда перед молитвой принести исповедание, покаяться в грехах своих, осознать свое недостоинство. И после этого только нужно словословить и восхвалять Бога. Очень такое важное установление. Порой мы говорим о том, что молитва не идет, что мы очень сильно рассеяны на молитве. И ум наш постоянно где-то блуждает, вне молитвы. Причиной тому, что мы порой вот так вот врываемся в молитву, а к молитве нужно приступать совершенно в успокоенном виде и не только в успокоенном. Самопевец Давид добавляет, что нужно еще исповедаться, то есть нужно принести покаяние, нужно очистить себя, хотя бы внутренне перед святыми иконами сказать о своем состоянии, о том недостойном поступке или о недостойных поступках, которые мы совершили. И после этого только приступать к молитве и словословить Господа. Возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. Вот самопевец Давид говорит, не только в день субботний мы должны молиться, но всегда должны Господи думать о Господе и днем и ночью возвещать за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. Конечно же, мы постоянно обращаемся к Богу и молимся и просим Его и благодарим за ту милость, которую Господь являет каждому из нас. Господь дает очень многое, но прежде чем благодарить Господа, конечно же, достойно принести Ему и словословную молитву, и молитву покаянную, и после этого, конечно, воздать благодарение. Благодарение и молитва должна присутствовать в течение всей нашей жизни. Сколько нам дает Господь? Господь дает очень многое. Он постоянно сохраняет нас, посылает ангела-хранителя. Он дает нам возможность трудиться, Он дает нам возможность приобретать то, необходимое для жизни, которое делает нас уверенным в этой жизни. Он дает возможность быть и здоровым, и в то же время дает здоровье нашим детям. То есть все, что есть у нас, оно, конечно, дается нам по Божьему благословение. И Господь нам еще открывает и пределы Царствия Небесного через ту духовную работу, которую мы ведем. Поэтому за все надо благодарить Бога. Но Господь и дает нам и уроки жизненные. Господь и вразумляет нас, и милует нас в то же время. Поэтому за все надо благодарить Бога. Но благодарность, это, конечно же, она не может быть краткой. Поэтому и молитва, и благодарность должно быть постоянными. В десятиструнном псалтире с песнею в гуслих. Опять-таки, очень внимательно относится к молитве псалмопевец Давид и нас призывает, чтобы и мы были внимательными. Что значит в псалтире и гуслих? Это значит, говорят святые отцы, что мы должны все свои внутренние силы и все свое внутреннее внимание направить на молитву. То есть молитва не должна быть пустой. Молитва не должна быть только языком. Молитва должна твориться всем существом, человеком, всей полнотой. Поэтому здесь, конечно, и мы должны напрягать свои внутренние силы и использовать все свои чувства для того, чтобы молитва была совершенной. «Яко возвеселил меня, если Господи, в творении Твоем, и в делих руку Твоею возрадуйся». О чем Господь и возвеселил? Конечно же, о том, что Он сотворил нас и сотворил разумными существами. Когда человек видит, насколько он гармоничен сам по себе, то он, конечно, благодарит Господа за то, что Господь вот таким сотворил человека и так много вложил в него, и так интересно сделал его жизнь. Если человек разумно живет и живет по заповеди, то, конечно, многие скорби и печали не касаются его, и он радуется этой жизни, потому что она удивительна. И в этой жизни ты можешь применить и свои физические силы, и духовные силы, и неполученный тобой интеллект. И все это наполняет эту жизнь. Поэтому Псомопевцы говорят, «Яко возвеселил меня, если Господи, в творении Твоем, в делих руку Твоею возрадуйся». Конечно, невозможно не радоваться делам рук Божьих, когда рассматриваешь этот мир, который сотворил Господь, приложив в свою божественную десницу. И насколько он удивительный, насколько он прекрасен, насколько он замечательный. Куда бы мы ни ехали сегодня с вами, где бы ни путешествовали, в какие страны ни приезжали, мы всегда в первую очередь начинаем радоваться той природе, которая гармонично создана Господом для того или другого места. Мы радуемся и горам, мы радуемся и полям, мы радуемся и лесу, и деревьям, мы радуемся и морю, и океану. И действительно, во всех краях мы найдем такие замечательные места, за которые невозможно не прославить Бога, где действительно чувствуется, что ко всему этому миру приложена божественная рука, высший разум, который имеет такую красоту, о которой просто невозможно говорить, потому что мы не можем даже предположить, что в Господе, если Господь так прекрасно отражает себя вот в этом мире, который мы видим и за которым мы начинаем наблюдать. И вот самопевец Давид передает этот восторг, ведь можно руку Божию увидеть и дела Божьи через творение человека и через тот мир, видимый мир, который тоже показывает, что он создан высшим разумом. Это святые отцы называют естественное откровение, то есть откровение Бога, или Бог говорит сам о себе, о своей премудрости, о своей красоте, о том, что он есть через вот этот вот видимый мир, и познается Бог. «Яко возвеличишься дела Твоя, Господи, зело углубившееся помышление Твоя». Конечно же, «возвеличишься дела Твоя, Господи». Мы открываем Бога через, опять-таки, наблюдение за вот этим миром, как Господь промышляет о человеке, как Господь промышляет о мире, как Он заботится, как Он духовно обогащает, какие стремления даёт. Но до конца, конечно, глубину промышления Божьего мы не можем узнать, потому что всё-таки человеческий разум ограничен. Но опять-таки, наблюдая за всём, что происходит в этом мире, что происходит с каждым из нас, и как какое-то зло во благо переходит, мы начинаем понимать, что вроде бы и зло-то было, а не зло, потому что Господь через это избавил нас от больших трудностей, бед, скорбей, каких-то греховных падений. Поэтому вот Псалом Пьёдис Давид и восхищается тем, что Господь даёт вот нам такое познание его промысла и глубину этого промысла о человеке. «Муж безумен, не познает и не разумеет сих». «Муж безумен, не познает и не разумеет сих». Конечно, безумный человек, который не видит всего этого в мире. И вообще тот человек, который не интересуется Богом, его промыслом, он человек безумный, то есть лишённый разума, рассудка. В какой степени, в большей или меньшей, мы начинаем это понимать, когда встречаемся с такими людьми. И Псалом Пьёдис Давид и другие сказал замечательные слова. «Рече безумец в сердце своём, что нет Бога». Только безумный человек может сказать, что нет Бога, потому что нужно быть либо слепым, либо глухим, либо не имеющим разума, чтобы не увидеть промысла Божьего, который есть в этом мире. И как ты можешь не увидеть Бога, как ты можешь не интересоваться тем, что Господь тебе дал, как ты можешь не интересоваться Его божественным откровением, которое изложено через Священное Писание, или изложено в Священном Писании, как ты можешь не интересоваться красотой этого мира и в то же время не размышлять о том, а почему этот мир так, а почему такая связь глубочайшая в этом мире между водой, рекой и лесом и так далее. То есть каждый, даже животное, каждая букашечка в этом мире имеет своё предназначение и выполняет какую-то свою особую роль. То есть в этом мире есть гармония, есть определённое послушание даже у той твари, которая является неразумной. То есть над всем этим, конечно, каждый разумный человек, имеющий разум, а разумный человек – это именно человек, имеющий разум, он, конечно, размышляет, рассуждает и стремится всё это познать. И в то же время человек неразумный, он или безумен, как здесь псалмопевец Давид говорит, он не интересуется этим. То есть мы сегодня видим в нашем мире особенно, когда люди не интересуются, им неинтересно, им интересно смотреть фильмы, им интересно бывать часами в компьютере, какие-то придуманные игры, которые захватывают человека. А вот тем самым человека лишают разума. Разумный человек, он всегда рассуждает и размышляет. А если ты не размышляешь и не рассуждаешь, то тогда ты теряешь рассудок, ты становишься безумным. И вроде бы все нормальные, но и все же в то же время безумные в этом мире, кто не интересуется Богом. И разум возвращается к человеку тогда, только тогда, когда он начинает познавать Бога через то откровение, которое Господь оставил. Эта жизнь, она, к сожалению, так и направлена. Смотрите, сколько суеты в этой жизни. Специально жизнь наполняется суетой, чтобы человек становился безумным. А безумный, значит, он не может размышлять, рассуждать, значит, он не может стремиться к Садствию Небесному. И вроде бы он неплохой, но уже он погиб, потому что он не стремится к Богу, он не познает Бога, он не интересуется Богом, и, естественно, для него жизнь проходит вся вне Бога, и Бог для него становится чужим, и он становится чужим для Бога. В то же время, кроме суеты, много развлечений. Очень много различных развлечений и по телевизору, и в компьютере, пожалуйста. И игры разные. Ты как безумный человек начинаешь во всё это внедряться, начинаешь играть, тебя это всё завлекает, смотришь телевизор, сериалы разные, сериалы интересные. А что там будет дальше, а как там будет, любопытство человеческое никто не отменял. Естественно, тебя это захватывает, и у тебя опять-таки и мысли заняты этими сериалами, этими играми, этими страстями, которыми ты не борешься. И постоянно ты думаешь об этом, но не думаешь постоянно о Боге, как говорит Саламопьёвич Завица, в чём же цель-то нашей жизни? А цель-то, чтобы мы возвещали за утро милость твою, и истину твою на всякую ночь, чтобы мы научились, что делать. Благо есть. То есть полезно и плодотворно переводить святые отцы. Исповедовайтесь о Господе и пейте имени Твоему Вышней. То есть и исповедоваться, и высылать благодарение, и молитву ко Господу. Прославлять Бога за его дивные и чудные дела. Как его можно не прославлять? Вот Саламопьёвич Завица говорит, посмотрите, за что мы только можем прославлять Бога. Не только за то, что Господь послал тебе машину, квартиру, дачу, ещё чего-то материальное, зарплату хорошую, а за то, что, смотрите, как он премудрость человека создал. Какой человек интересный, творение Божие. Сколько в нём прекрасного, разумного. Какие стремления Господь открывает человеку. А мир вокруг какой замечательный. И в то же время Саламопьёвич сразу противоподставляет тебе. Смотрите, какое безумие может быть в нашей жизни. Тот человек, который не познаёт Бога, он неразумный, он безумный, потому что он не разумеет вот этой великой милости и благости, которые Господь явно показывает каждому из нас. «Внегда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша вседелающие беззаконие, якода потребятся век в векам». Тоже удивительные слова. Ну что же, что беззаконным людям и людям, которые являются грешными, они живут как трава. Живут одним днём, потому что у них нет продолжения жизни. То есть пожили, получили благо от этой жизни, и потом ушли в никуда, потому что для них закрыты двери Царствия Небесного. То есть они потребятся как трава, которая ненужная, высохшая со скошенного газона, она высыхает, и мы её сжигаем. Так и этот человек, который вроде бы расцвёл, вроде бы и благо получил, вроде бы пожил в этом мире, но, к сожалению, он потребляется за свои грехи, то есть пожигается, в огонь бросается, и от него ничего не остаётся. Святые Отцы также говорят и о страстях, которые также потребятся, но эти страсти для тех, кто занимается подвигом, они могут их победить, когда они сначала рождаются в разуме нашем, затем проявляются, и он их видит, и уже начинает бороться, и также побеждает их. Ты же Вышний вовек Господи. Вышний, непостижимый Господь. Мы не можем проникнуть разумом в Бога, и об этом очень красноречиво сказал святой апостол Павел, «О глубина богатства и премудрости разума Божия, як они испытаны судови Его, и не следованы пути Его, кто бы разуме ум Господень, или кто советник Ему быть». Действительно, мы не можем проникнуть в божественный разум, мы не можем до конца понять, и даже если человек, не имеющий веры, он до конца не может принять и то, что Господь открыл Ему. Почему столько у нас различных перипетий в духовной жизни? Потому что мы порой не можем и понять, и принять то, что Господь нам даёт. Он даёт во благо, Он даёт для спасения душ наших, но мы не можем принять, потому что мы до конца не можем понять это всё, разложить. Поэтому вера – это не логика. Здесь нужно принимать, здесь мало будет чего логического, но определённый промысл Божий о всех деяниях, о человеке, об этом мире, конечно, нам рано или поздно открывается, но опять-таки в мире, в меру нашего духовного роста. «Яко все врази твои, Господи, яко все врази твои погибнут и разыдутся вседелающие беззаконие». Ну что ж, здесь вот очень чётко псалмопевец называет врагами не только те, которые не принимают Бога или те, которые борются с Богом, но и те, кто делает беззаконие. То есть и грешники, которые не борются со своими грехами, не приносят исповедание Богу за свои соделанные грехи, они, конечно, также называются врагами Божьими. И здесь мы должны очень чётко понимать, если мы не хотим враждовать против Бога, а вражда против Бога – это, конечно, недостойная жизни, а дружба с Богом – это исполнение заповедей Божьих, потому что в основе дружбы лежит что у нас? Любовь. А кто любит Бога? Любящий Меня да исполняет заповеди Моя. Конечно, есть человек, а и же жив будет, и не согрешит. И правда Божия, она вечно пребывает. Но мы должны помнить, что Господь дал нам возможность избавляться от грехов. И Господь их никогда не поминает, если мы приносим покаяние в этих грехах. И не случайно Господь дал Церковь Свою здесь нам в утешение и сказал своим служителям, священнослужителям, которые восприняли благодать Духа Святаго, «Приимите Дух Свят, им же отпустите грехи – отпустится вам, им же не отпустите – не отпустится». То есть, если человек здесь кается на земле, то Господь ему прощает грехи и не поминает уже на небе. А если он не кается в них, то, конечно же, он не может получить очищение и на небе. Тогда он становится человеком, который враждует против Бога. Он уже не друг, а враг Божий. И здесь вот у нас должно быть четкое понимание об этом очень хорошо, красноречиво говорит псалмопевец Давид. «И вознесется, яка единорога, рог мой, и старость моя в елее мастите. И вознесесе, яка единорога, рог мой». Конечно, если говорится о вознесении, и по дорогам здесь понимается крест Христов и вера Христова, которая вознесена и прославлена через крест Христов. Но крест – это страдание, ведь крест возвеличен был через страдание. И поэтому жизнь праведного человека, она также исполнена страданиями. И через страдания человек возвеличивается, возвышается. То есть он духовно совершенствуется, он начинает жить осмысленную. Поэтому у праведного человека, у него, конечно же, он не может избежать скорбей. Он пребывает в скорбях и через скорби возвышается. Также и Господь здесь через псалмопевца Давида говорит, «И старость моя в еле и мастите». Что значит «старость моя в еле и мастите»? Конечно же, старости достигает человек, маститой, славной старости. Но в то же время эта старость, она не может быть безболезненной, она не может быть многотрудной, потому что болезнь и труд. А еще 70, а еще 80 лет, мы говорили в прошлых псалмах, и эта жизнь, она наполнена болезнями и трудами. А если ты перешел эту черту, то болезнь и труд становятся уделом в твоей жизни. Ты с трудом все делаешь, и в то же время через труд, конечно же, получаешь много и болезней по старости своей. Но Апсалмопевец говорит, что «И старость моя в еле и мастите». Что значит «елей»? То есть будет и утешение. А утешение какое для человека, обретшего вот такой почтенный возраст? Конечно, утешение через то будущее благи, которые ждут его, потому что он достойно прожил свою жизнь, принес достойное покаяние, и он, конечно же, уповая на милосердие Божие, имеет надежду, что Господь даст ему место в своих обителях или в обителях Отца Своего Небесного. «И возре, око мое, на враги мое, и восстающие на мя лукавнущие, услышит ухо мое». Конечно, врагами здесь называется враг рода человеческого и те люди, которые приносят немало зла. Но Господь всегда помогает человеку и даёт Духа Своего Святого, который даёт возможность победу над врагом рода человеческого и в то же время над теми людьми, которые немало причиняют нам каких-то переживаний, бед и скорбей. Далее псалмопевец Давид говорит, «Праведник, яко Феникс процветет, яко кедр и живливание умножится, насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут». Конечно, когда псалмопевец Давид говорит о праведнике, то он говорит о человеке, который исполнен добродетельной жизнью, потому что уделом праведника становится добродетель. И добродетели – это то, к чему и стремится праведный человек, то есть к такой действенной вере. Ну и сравнивает здесь псалмопевец Давид праведника как феникса и кедра. Это два дерева, которые имеют твердость, конечно же, и долговечность. Они очень долгое время растут. И это говорит о том, что праведным человек становится не сразу. Праведность он получает не от крови и молока матери. Он, конечно, её приобретает за счёт длительной работы над собой, за счёт духовного восхождения, за счёт духовного совершенствования. Поэтому здесь и приводится такое удивительное сравнение. Ну а дальше он продолжает. «Насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут». Они насаждение в дому Господне, то есть они получают своё начало, свою жизнь в Церкви Христовой и дальше уже, конечно же, в полноте расцветают в обителях Отца нашего Небесного. И здесь удивительные слова, конечно, и святые отцы тоже нам говорят о том, что вне Церкви нет спасения. То есть начало твоей духовной жизни, твоего духовного становления начинается в Церкви Христовой. И чтобы получить праведность или достигнуть праведности и такой добродетельной жизни, ты должен стремиться духовно возрастать в Церкви Христовой. «Еже умножатся в старости, мастите, и благоприемлющие будут». Опять-таки говорится о старости маститы и говорится о старцах. Ну, естественно, старцам называют человека того, который духовно уже вырос и окреп. И молодым человеком называется того человека, который только приступил к духовной жизни. Поэтому старцы, они могут достигать высоты благочестивой жизни. И вот именно об этой старости маститы и говорит псалмопевец Давид. «Да возвестят, якого прав Господь Бог наш, и не с неправды в нем». «Да возвестят». Конечно, кому старцы возвестят, если что прав Господь Бог наш, и не с неправды в нем. Всем тем, которые собираются около них, около старцев всегда собираются люди, собираются ученики, и они возвещают уже о той милости, которую Господь являет в этом роде. И то, что в Боге нет неправды. Если ты будешь идти за Богом, если ты будешь Ему исповедоваться и прославлять Его, и благодарить Его за милость, которую Он дает, то Господь, конечно, никогда тебя не оставит, но всегда будет рядом с тобой и будет помогать тебе, сохраняя тебя и от демонов, и от злых людей. Вот такой удивительный псалом в день субботний сегодня нам дал псалмопевец Давид, и мы порассуждали со сладостью и благодарностью в своем сердце. Прощаемся сегодня с вами, дорогие братья и сестры, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok